В этом видео расскажу, чем отличаются ОФ и диодные лампы, как определить, просохнет ли ваш гель в вашей лампе, а также отвечу на ваши вопросы на тему гелей и их полимеризации. Поехали! Привет! С вами Анастасия. Очень много вопросов поступает по поводу конкретных гелей, бас, ламп. Например, почему конкретно вот этот гель не просыхает? Каждый материал имеет свои особенности, безусловно, но также очень важно понимать, как в целом происходит полимеризация. Основное отличие ОФ и LED, либо диодных ламп, это диапазон длины волн. Ультрафиолет охватывает от 315 до 400 нанометров, в то время как диодные от 400 до 410 нанометров. Именно поэтому LED-лампы не могут полимеризовать любое покрытие. То есть, если у вас ОФ-лампа, в ней просохнет любое покрытие, рано или поздно, при условии, что у нее достаточно мощности. А вот для диодной лампы необходимы материалы, которые разработаны для работы специально с ней. Обычно эта маркировка есть на флаконе. Также есть гибридные лампы, которые совмещают ОФ и диоды. Они могут применяться для полимеризации любых покрытий. Если у вас возникли сомнения по поводу вашей лампы или какого-то конкретного геля, то можно провести простой тест. Для этого вам потребуются ваша лампа и гель. Давайте я вам покажу на примере ОФ-гелей. Они, кстати, уже не выпускаются. Компании NSI, но они у меня остались из старых запасов. И сейчас я вам покажу, как это работает. Надеваю перчатки, несмотря на то, что я не собираюсь сейчас ни с кем работать. Но когда я, в принципе, беру гели, даже делаю обычную выкраску, все равно стараюсь их надевать, чтобы не было контакта с кожей. Кстати, напишите, если вы так же делаете. Интересно, все ли такие правильные. Берем просто обычную бумагу с глянцевой стороной. Можно бумагу от форм. И давайте сначала попробуем камуфляжный гель Bodybuilder Rose. Я просто знаю, что это очень плотный цвет. И на нем, я думаю, будет очень наглядно видно. Берем такую каплю побольше. И ставим ее прямо на бумагу. У меня лампа гибридная. И полимеризую в ней 60 секунд. Время прошло. Достаем. И видим, что, в принципе, на вид все высохло хорошо. Поверхность твердая. Нажимаю. И нет. Оттуда все выдавливается. То есть, видите, сверху он просох. С другой стороны нет. Но я думаю, что, вы понимаете, если мы перевернем, там тем более будет все мокрое. Это говорит о том, что этот гель полностью не просыхает. Я просто знаю его уже. И поэтому сразу могу сказать, что даже 2-3 минуты полимеризации здесь тоже не помогут. А все дело в том, что он очень пигментированный. И не предназначен для такой толстой выкладки. То есть, его нужно наносить тонкими слоями. Только тогда он просохнет полностью. Теперь давайте попробуем прозрачный гель. Это тоже ОФ-гель. Вот давайте представим. Я не знаю, что это за лампа. Допустим, вы сомневаетесь, просушит ли ваша лампа вообще ОФ-гель или нет. Лучше всего делать тест, конечно, на прозрачных. Потому что любые пигментированные гели, камуфляж, например, они также еще могут иметь свою особенность пигмента. То есть, вам каждый конкретный цвет еще надо тестировать. Вот такой капли достаточно. И снова полимеризуем 60 секунд. Время прошло. Достаем из лампы. И на вид он, в общем-то, твердый. У него, естественно, есть липкий слой. Поэтому мы его стираем. Просто для удобства работы. И теперь отделяем с поверхности. С другой стороны тоже. Липкий слой присутствует. В общем, сейчас наша задача полностью его убрать. И последний тест, который вам нужно сделать, это убедиться, что он просох полностью. Потому что это тоже может быть обманчивым. Смотрите, вроде бы все хорошо просохло. Вроде бы кусочек полностью твердый. Но что насчет того, что внутри? Иногда бывает так, что просохло сверху, снизу, сбоку. А вот внутри у нас мягкое. Берем ножницы и разрезаем его пополам. Кстати, непросто. Так, и видим, что да, все отлично заполимеризовалось внутри. Так что это значит, что эта лампа полимеризует и УФ-гели. Просто вот этот конкретный цвет требует более тонкой работы. Не подходит для толстой выкладки. А вот на прозрачном чисто УФ-геле все просохло хорошо. Теперь давайте ответим на ваши вопросы. Ди-ви. Почему иногда на геле в лампе появляются пузырьки? Хотя при выкладывании этого не было. Если это происходит чаще всего в плотных гелях, то бывает так, что на самом деле пузырь все равно был внизу, и его не было видно. Когда вода закипает, пузырьки начинают подниматься наверх. То же самое происходит с гелем. Когда мы помещаем его в лампу, происходит нагревание, и те пузырьки воздуха, которые присутствуют, они могут подниматься наверх. Именно поэтому тогда мы их замечаем. Бывает такое, что пузырь уже находится в кисточке между ворсом. Опять мы его не сразу заметили. Но еще бывают варианты, когда гели пузырятся сами по себе. У меня был и такой вариант. В этом случае я вам просто советую сменить материал. Евгения спрашивает. Если база при моделировании хорошая, то может ли гель бюджетной фирмы повлиять на структуру ногтя, при условии, что не было термоожога ногтевой пластины? Хороший вопрос. То есть, я так понимаю, мы используем качественную базу, но берем бюджетный гель. На структуру ногтевой пластины, прямо напрямую, по идее, он не может повлиять. Но под бюджетными, я так понимаю, вы скорее еще имеете в виду не очень качественные. И здесь я скажу так. Из моего опыта работы с такими материалами, как правило, они достаточно жесткие и сложные в работе. Но еще самый главный их возможный минус, что если они вызывают аллергическую реакцию, то это уже не важно, нанесли вы его сразу на ноготь или нанесли сверху, потому что очень часто аллергены появляются именно в липком слое, при запиле этого геля, и там в любом случае будет касание кожи. Поэтому косвенно он все равно может не очень хорошо повлиять на ногтевую пластину. Также гели могут иметь очень сильную усадку, то есть после полимеризации будет ощущение такого сильного стягивания. Причем это не зависит, поджимаемые ногти или нет. Поэтому получается, что все-таки он может повлиять на ногти. Но скажу вам так, для моделирования все-таки лучше использовать качественные проверенные материалы, потому что с непроверенными в принципе неудобно работать, и как правило, там потом больше проблем. Они трудно пилятся, они сложно снимаются, они очень не очень хорошо пахнут, то есть уж лучше взять качественный материал и быть спокойной. Кира спрашивает, бытует мнение, что гели-желе пекут сильнее многих билдер-гелей. Интересно, почему? Не могу согласиться с этим мнением, потому что по моему опыту пекут гели и жидкие, и билдер, и желе. Пекут больше прозрачные, чем плотные цвета, камуфляж, например, просто потому что в любом прозрачном геле реакция полимеризации идет быстрее. Там УФ-излучение проникает насквозь, и, соответственно, молекулы начинают быстрее летать, больше выделяется тепла. Я, честно говоря, не наблюдала никогда прямой зависимости между консистенцией, хотя приходилось работать и с желе, который пекут, и с супер-жидкими. Поэтому, если вы испытываете такую проблему, часто бывает, что, например, молочный оттенок, либо камуфлирующий оттенок этой же фирмы будет печь меньше. Но вот такой прямой зависимости именно с консистенцией я не наблюдала. Евгения спрашивает, очень хотелось бы понять, какими гелями все же лучше делать моделирование, пластичным или жестким? И как их наверняка определить? Какой жесткий, какой мягкий? Я их просто выкладываю на пакетик в 2 мм, просушиваю, потом пытаюсь их согнуть. Если сломался, то значит жесткий, а если гнется, то мягкий. Правильно ли я понимаю это? Евгения, очень хороший вопрос. Да, вы правильно делаете тест. Но, смотрите, у нас есть гели для моделирования. Поэтому вот эти термины жесткие, мягкие, пластичные, они иногда нас путают. Так вот, гели для моделирования, это те самые гели, которые мы полимеризуем, и после этого их снять можно только с помощью спиливания. Они никак не могут раствориться в ацетоне. И они предназначены для моделирования. И между собой, да, они бывают чуть более жесткие, бывают чуть-чуть помягче, но все-таки в целом они всегда достаточно твердые. То есть, при нанесении вот этого слоя вы его разламываете, он все-таки ломается. А вот мягкие или эластичные гели, или soft gels, они называются по-английски, это уже гели больше для укрепления. Хотя сейчас уже выпускают и такие мягкие гели, которыми можно наращивать. Но лично мое мнение, мне не нравится мягкими гелями наращивать по нескольким причинам. Во-первых, смотрите, если гель мягкий, да, соответственно, что это значит? Он легче деформируется. Как правило, такие гели хуже держат арку. Это значит, когда вы зажимаете ногти, обычно сначала все хорошо, а через несколько дней они становятся более плоскими. Более мягкие гели могут иметь небольшую усадку. То есть, через, опять же, там 2-3 недели мы видим, что поверхность уже не такая ровная. Так что мое мнение, что для моделирования, конечно же, лучше жесткие гели. Татьяна спрашивает, можно ли поджимать полигели, как в гелевой системе, арку. Нас учили, что нельзя, что он не предназначен для этого, что структура его при поджатии меняется и становится ненадежной. А в видео многие поджимают. Татьяна, вас на самом деле учили правильно, то есть в этом действительно есть смысл, потому что стоит нам поджать полигель неправильно или чуть-чуть позже, чем следует, то мы сразу видим такие микротрещинки в поверхности, даже глазами. Поэтому в этом есть логика. Но скажу так, я все равно поджимаю, просто это делать нужно прямо вот в тот момент, когда материал настолько мягкий, что вот это изменение структуры еще не произойдет. Это зависит от материала, от лампы. У меня это, как правило, всегда от пятой до пятнадцатой секунды полимеризации. И если вы поджимаете, это особенно видно на камуфлирующих, на светлых оттенках. Вы видите, что появляются такие белые полосы. Это значит, что мы, по сути, материал потрескался. То есть здесь, конечно, уже не будет хорошей прочности. Поэтому ваша задача сделать это как можно раньше, когда это еще возможно, делать это правильно и делать это осторожно. Потому что, конечно, если мы работаем с клиентом с суперширокими ногтями и пытаемся зажать арку такую, знаете, вот прям сразу 50%, не нужно так. Поджатие все-таки должно быть в разумных пределах, оно не должно вызывать боль. И мы должны тоже понимать, что из супершироких ногтей мы не можем сделать их в 5 раз уже только за счет поджатия. Лиса спрашивает. У меня вопрос не совсем о гелях. Говорят, что американские материалы по умолчанию гипоаллергенны. Так ли это на самом деле? И разве более кислотные материалы не аллергичны сами по себе? Вопрос аллергичности и гипоаллергенности очень сложный и скользкий, я считаю. Потому что я читала и, кстати, смотрела передачу про девушку, у которой аллергия на воду. То есть, в принципе, у людей может быть аллергия на все, что угодно, поэтому считается, что невозможно создать материал, на который вообще ни у кого никогда не будет аллергии. Но из своего личного опыта скажу так. Любые проявления аллергии у меня, у других мастеров, у клиентов, как правило, я наблюдала на материалах из других стран. Потому что американские производители очень-очень много времени и сил всегда уделяют тому, чтобы у конечного пользователя потом не было проблем в виде проявления аллергии. Потому что если они будут, на компанию могут подать в суд, ну и дальше будет много-много проблем. Именно поэтому этому уделяется очень много внимания, порой меньше, чем... То есть, например, цвет может быть неплотным или может быть что-то некачественное именно в самом материале, когда ты с ним работаешь. Но вот в плане того, что он не приносит вреда здоровью, это, как правило, очень хорошо контролируется. И именно поэтому я считаю, что, в общем-то, эти слухи имеют место быть. Нурия спрашивает, как определить, хорошо ли материал будет полимеризоваться, и почему некоторые материалы не просыхают, и как с этим бороться. Заранее как-то это определить, прочитав состав на баночке, к сожалению, невозможно. Это все можно сделать только опытным путем. А если материал не полимеризуется, я все-таки хочу верить, что все производители делают их, рассчитывая на то, что они будут полимеризоваться. Значит, где-то что-то сделано не так. Либо лампа недостаточно мощная для этого материала, либо несовместимая. Тот же ОФ-гель чисто в диодной лампе вы пытаетесь просушить. Возможно, материал не предназначен для толстой выкладки. Очень часто бывают такие проблемы, когда мастера пробуют сделать выравнивание либо моделирование цветными базами, а они предназначены для тонкого-тонкого покрытия. Возможно, ваша лампа уже старая и вышла из строя. Либо все-таки что-то не так в самом материале. Здесь уже нужно обращаться к производителю. Вопрос от Натальи. Хорошо бы затронуть вопрос о влиянии вида лампы на полимеризацию. У дорогих брендов часто очень мощные LED-лампы, но ведь выходит, что не все гели они полимеризуют. Зависит от фотоинициатора. И выпущены такие лампы под состав родных материалов. Так? Верно. Какую лампу можно считать более универсальной? Холодные базы недавно появились на многих марках. Есть и низкотемпературные гели. Как думаете, за счет чего у них реакция не такая бурная? У меня есть одна пока версия по составу формулы. И почему тогда все материалы не производить непекучими? Очень интересный вопрос. Смотрите. Абсолютно все светоотверждаемые материалы гели, полигели, гель-лаки все, что у нас сохнет в лампе они содержат фотоинициаторы. Это тот самый компонент, который в сочетании с УФ излучением запускает процесс полимеризации и он переходит из гелеобразного состояния в твердое. Если взять и добавить в гель много-много фотоинициаторов, то реакция пойдет очень быстро и он заполимеризуется так же быстро. Классно, да? Казалось бы, почему бы их сразу много не добавлять? Но реакция пойдет быстро, значит и выделение тепла будет больше, а значит, возможно, наши клиенты просто умрут от боли. Именно поэтому очень важно правильно соблюдать эту концентрацию, чтобы она была такая, чтобы материал все-таки полимеризовался достаточно быстро, но при этом не вызывал сильной боли у клиентов. Также совсем недавно я узнала такое интересное наблюдение, что сами фотоинициаторы тоже бывают немного разного качества, но все-таки печет гель или нет зависит исключительно от их количества. Мощность лампы, безусловно, тоже влияет. Если мы берем более мощную лампу и там получается у нас ОФ-излучение со всех сторон, там, как правило, больше самих лампочек, то реакция также идет быстрее, тепла выделяется все больше и гель печет. Поэтому один и тот же гель может очень сильно печь, скажем, в лампе 54 Вт и совсем не печь в 36 Вт. И вы верно заметили, что бренды, как правило, выпускают лампы, которые подходят как раз по своей мощности под концентрацию фотоинициаторов в их материалах. Поэтому, когда бренды говорят, что наши гели полимеризуются только в нашей лампе, это не только маркетинговый ход, на самом деле в этом тоже есть правда, потому что они действительно разработаны так, чтобы правильно и хорошо и безопасно работать вместе. Что касается универсальных ламп, мне больше всего нравится бренд Sun. У них есть неплохие гибридные и диодные лампы, поэтому, как и большинство мастеров, я также часто пользуюсь универсальными и, конечно, они подходят под все материалы. Просто иногда, если вы работаете мощной лампой, начиная от 48 Вт, некоторые материалы могут печь. И здесь вы можете использовать на многих лампах бывает такой режим, называется Low Heat Mode, как бы низкотемпературный режим, где каждые 30 секунд лампа добавляет мощности, таким образом этот процесс будет растянут. Ну, а что касается формулы, к сожалению, заранее узнать, будет гель печь конкретно в вашей лампе или нет, это невозможно. Хотя бы просто потому, что не все пишут состав, но когда они пишут, это просто состав, то есть там нет ни качества, ни количества, ни пропорций, но и это также зависит еще от толщины слоя, который вы положите, и это зависит от ногтей. На некоторых клиентах мы работаем с одним гелем, с одной лампой, и они вообще ничего не чувствуют, а некоторые сразу начинают пищать, то есть для их ногтей это становится чувствительным. Поэтому очень сложно построить вот такую прямо градацию, что этот гель пекучий, а этот нет, потому что это зависит от многих факторов. И последний вопрос у нас. У меня почему-то при выравнивании гелем получаются непонятные пузырьки или просто небольшие объемные капли поверх материала, и гель может наплыть на какую-то определенную сторону больше, чем на другую, и это все время приходится опиливать. Проблема в том, что после выравнивания я сразу же кладу руку в лампу, чтобы ничего не затекло. Но по какой-то причине все выходит наоборот. Да и движений вроде бы лишних не делаю, и сам гель не настолько жидок, чтобы так растекаться. Если после полимеризации вы смотрите на ноготь, и он с одной стороны толстый, с другой нет, это значит, что гель у нас сдвинулся. И если этого не было еще при вашей выкладке, значит, момент полимеризации наступил не так быстро. Это может произойти, если ваша лампа недостаточно мощная. Это бывает, когда рука недостаточно глубоко в лампе. У меня есть клиентки, которые, знаете, держат на самом краю. То есть, например, на один ноготь хорошо попадает свет, он хорошо заполимеризовался, а скажем, до мизинца уже плохо достает, и вот на мизинце происходит вот это вот всплывание. Поэтому очень важно тоже им объяснять, показывать, что руку нужно класть полностью глубоко. Также зависит от гелей. Какие-то быстро схватываются, буквально за 2-3 секунды, какие-то требуют большего времени. Поэтому это тоже нужно учитывать, и, возможно, вы все делаете правильно. Ставите гель, даже, да, не супер жидкий, но он схватывается, скажем, только через 10 секунд. И вот за эти 10 секунд происходит естественное нагревание, температурное сначала, гель чуть-чуть разжижается, и вот он появляется, наплыв. Ну, а если он на одну сторону, это значит, что плюс ко всему, возможно, клиент еще держит руку на бок. То есть это тоже нужно контролировать. Здесь решение может быть таким. Если ваш гель все-таки постоянно стекает в вашей лампе, то вы можете перевернуть руку, сделать так, чтобы он стек на середину, и после этого вы переворачиваете, как обычно, полимеризуете буквально 2-3 секунды, и дальше держите в перевернутом состоянии. Но здесь все зависит от консистенции. Если она слишком жидкая, то в итоге может получиться так, что у вас капля стечет слишком сильно, и получится такой некрасивый домик. В общем, здесь смотрите по консистенции, но, возможно, в вашем случае все-таки самым лучшим решением будет взять лампу помощнее, ну, и убедиться, что рука полностью в ней глубоко помещена. Вот и все вопросы мы разобрали, на некоторые я не ответила, потому что некоторые из них, кстати, были очень интересны, но они требуют более глубокой подготовки и, возможно, даже другой темы в видео. Спасибо за просмотр. Если вы впервые попали на мой канал, то советую подписаться, потому что новые полезные мастер-классы выходят каждую неделю. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok